всех приветствую сегодня ничего нового не скажу по крипте то же самое дорисовали мы вчера коррекцию небольшую идем скорее всего вверх уже вышибать есть конечно вариант чуть-чуть треугольник расширить что тут распил сплошной то есть есть вариант так есть вариант так ну туда идем потом уже пойдет нормальный такой сливчик так что ждем жду еще раз повторюсь минимум сюда цель все что здесь выше это просто развод могут конечно на десяточку забросить но выше 10 500 быть не должно по этой структуре то же самое по эфиру идем вверх дали ему где зигзаг так что ждут сюда потом такую большую коррекцию там будем смотреть после этого сами понимаете когда такую коррекцию дают там есть вариант либо вверх либо продолжать так что тут точно не скажу но суть в том что хай должны вынести по снпихе у нас что тут коррекцию мы дали как бы ровно 62 фиба отработали по идее мы должны прям сейчас вниз пойти но это снпиха надо просто так не сдается поэтому как бы может еще чуть вверх забросить на 78 фибу но в любом случае жду я вот сюда 27 30 а то и ниже есть вариант на пробитие дна есть вариант что это просто коррекция потому что это можно разметить как импульс но как-то он странно выглядит как-то под трендовый трется обычная импульса обязательно за трендовый уходит то есть хотя бы до верхней трендовый а тут видите он слабо слабо идет так что скорее всего это была такая большая коррекция скорее всего двойной зигзаг какой-то это уже заходные вниз и идем сильно-сильно вниз так что тут может быть трейд года если здесь зашратить поставить стоп куда-нибудь повыше что я принципе сделал соответственно на таком сиплом когда он полетит реально полетит я не думаю что крипто выживет поэтому как бы все что я здесь наблюдаю здесь по хаям это тупо развод раздачи то есть еще раз повторюсь кто смотрит там раз через раз нифига не понимает и не запоминает много таких людей там дизлайк-отписка я не понимаю о чем вы думаете я всегда повторяю одно и то же что вам раздадут сейчас по хаям и сольюте если рисую вверх это означает что это просто ложный заход вверх после захода вверх обязательно будет вниз и их тузымунов тут нет вот и все по золоту ну как оставалось два варианта так и есть то есть непонятно что это такое либо конечная диагональ вниз которая на 1640 идет либо это все-таки уже заход на перехай поэтому сюда не лезу потому что не понимаю еще есть такое что многие говорят вот точно скажи куда пойдет такая бывает рынок 80 процентов когда точно нельзя ничего сказать есть только вариации как чем может быть нужно сидеть и ждать то есть торговли это 8 процентов сидеть и ждать и 20 процентов что-то делать а вы хотите сто процентов времени что-то делать чё вы будете при этом делать конечно сливать поэтому не обвиняйте тех кто на ю тубе сидит что там прогнозы дают каждый день каждый невозможно на самом деле давать прогнозы Можно только изредка Это получается неинтересно для публики И в итоге приходится выбирать Между чем говорить я знаю, я не знаю Правду, то есть Либо сидеть и выдумывать что-то каждый раз Вот выдумывать я не хочу Я говорю то, что я сейчас вижу Вот и все, это весь смысл этих прогнозов Поэтому кому не нравится, можете просто не смотреть Так, по серебру то же самое То ли вверх, то ли вниз, но скорее вверх А по нефти надо шортить Дошли мы уже практически до уровня Я уже в шорте сижу Ну тут нормально так вниз может пойти Поэтому как бы Вариант вверх, тут сильно вверх не уйдет То есть пора, пора То же самое здесь Такая странная коррекция Скорее всего двойной зигзаг Не думала, что такой большой заброс будет вверх Но как бы вот он Есть После этого должны по идее пойти вниз Выбивать все эти днища Потому что у нас здесь Четвертая волна Так что такой заходик был бы неплох Как раз на сливе сиплого нефть могут Слить, потому что Забучу никто не сокращает Склады затоваренные Ну куда ее девать будут Так, здесь уже рубль пошел Выбивать днище Тут уже можно практически наверняка сказать Что он сюда сходит Соответственно Вот здесь нужно будет тарить Что я буду делать Сейчас пока не буду это все затарить Потому что здесь тройка Ну это конечно не диагональ Тут еще может коррекция по пути будет Ну идем мы примерно на 71 Еврик тоже идет выбивать в очередной раз Днища Поэтому как бы тут рано пока сюда лезть По индексу немножко планы поменялись Почему? Потому что забросили его чуть выше Это как-то уже не выглядит как коррекция Вот здесь реально тоже непонятная ситуация Поэтому не буду прогнозов давать Я реально не понимаю что происходит Еврик слили в унитаз Он выбил вот здесь вот этот вариант с ростом Теперь я не знаю что это такое Реально надо подождать По фунту он как-то как еврик не слился Сидит неплохо, себя чувствует Ну тут есть все еще вариант на рост Как бы фунт надо брать Но еврик опять же чуть ниже смотрит Кто его знает Фунт может чуть ниже сходить Значит Еврофунт идет днище выбивать Никакие это не заходные Почему не сомневался Вчера я говорил Заходная коррекция вверх Как там было Слишком глубокая коррекция Опасный очень актив Скорее всего треугольник какой-то пилит здесь С выходом вниз Поэтому тут Вот сюда на 0.86 идет По иене сходили мы вниз Но этого наверное недостаточно Хотя в целом Можно посчитать Это 1, 2, 3, 4, 5 Пусть по идее отсюда Иена может уже вверх пойти Но как-то не стыкуется Иена сейчас странно ходит То есть я бы тут вообще На самом деле не лез в нее Ничего не понятно То есть она падает На падающем евро Это вообще не должно быть такого СНП растет Она тоже падает Полная раскорреляция Это полный бред То есть все как она ходит Это нечто невероятное Поэтому тут прогнозов не даю Она не коррелирует ни с каким рынком Так По франку По франку Слишком глубокая коррекция Выглядит слишком импульсно Поэтому вот эти варианты С падением Что-то наверное под сомнением Поэтому говорю Сейчас по валютам По баксу ничего не скажу Почему он вчера улетел Я вообще не понимаю При том что иену слили Канаду слили Как это вообще торговать Я не понимаю Канада вроде вверх Но она скорее всего расширяет коррекцию То есть можно будет купить Чуть-чуть подешевле И потом уже вверх идти Австралия скорее всего еще чуть выше сходит Там будут шортить Со стопом за хай То же самое Новозеландия Тоже чуть выше сходит Будут шортить со стопом за хай Нормальный такой трейд Единственный более-менее адекватный сейчас Что еще могу сказать Тесла дала там 800 И идет вроде как вниз Может она выше сходить Может чуть выше сходить Но вряд ли Потому что S&P вроде как вниз Там зреет трейд года Кто еще не зашортил Имеет смысл Со стопом за хай ставить Шортик И спокойненько ехать сильно вниз Как минимум 150 пунктов Вот такие сегодня прогнозы Еще раз повторюсь Нету ничего точного по баксу Ну крипта вроде вверх идет Может чуть-чуть коррекцию на 800 биток дать Потом точно вверх Вариант с 8300 все еще живой Но он с оподзвомнением У крипта как бы себя неплохо чувствует Скорее всего шортил побреет напоследок И потом вниз пойдет Вот такие сегодня прогнозики И до завтра Субтитры сделал DimaTorzok